всем привет друзья и зрители моего канала решил затестить такую игрушку на своем смартфоне Altered Beast многие помнят ее по Sega Mega Drive но там игра была полная дичь, трешак я даже в детстве в нее не смог играть какая-то была просто наркомания непонятная то на PS2 вышел в принципе годный слэшер по этой игре тестируем мы в 2x разрешение вот настройки сейчас покажу SIS мы поставим на 0 все настройки здесь будут на 0, то есть без пропуска кадров и IRM поставим на выключено все, больше я ничего не трогаю погнали играем тут за чувака превращаемся в разных монстров и рубим всех налево направо ранее я в эту игру играл на Huawei Nova 5T это процессор Kirin 980 игра себя показала там отвратительно в таких не сложных локациях фпс нормальный а когда в кадре много врагов то получается слоу-мо так же было и на Snapdragon 720 они эту игру не потащили нормально здесь же видим мы Full Speed 60 кадров при 2x разрешении отлично идет никаких просадок никаких просадок все идеально 60 фпс но мы сейчас еще дальше пройдем там будет сейчас арена во второй локации там будет куча врагов и уже там посмотрим на что способен у нас Snapdragon 865 да мощный процессор особенно когда переходишь на него с бюджетного к среднего устройства так все меня убили забазарился я так давайте превратимся обратно в оборотни и пойдем во вторую локацию посмотрим как там игра пойдет там уже врагов будет побольше так а что мне жизнь тратится что-то не понять не мало не отравление что ли стоит а вот превратился в человека и все нормально стало дальше мы по игре будем превращаться в медведей всяких драконов играем мы тут за подопытного чувака в которой вживлен чип который с помощью чипа может использовать всякие гены животных и в них превращаться мы разбились на вертолете и он ни хрена не помнит очнулся вот в каких-то руинах джунглях и начинает свое путешествие что мы сдохли не дойдя даже до второй локации ладно сейчас попробуем снова а на Сеге в этой игре было все действие в древней Греции играли за кого-то мудака который там спасал то ли принцессу то ли кого тоже превращался во всякую дичь ну там просто рисовка наркоманская была как сама игра помню я в детстве обменялся на картрис вот на этот альтербист и я просто на следующий день звоню и говорю давай обратно меняться забирай эту недоигру себе обратно так же и на Сегу была помните игра кто родился в конце 80-х начале 90-х сплаттер хаос играли за чувака в маске похожего на Джейсона так вот на Соньку 3 выходила тоже сплаттер хаос и там она была в виде слэшера на Сеге она тоже была упоротая тоже мне не нравилась она в свое время слишком нудная какая-то такая музыка там такая на нервы действуя давайте уже мочитесь и надо во вторую локацию попасть где будет до хрена врагов посмотреть как там будет фпс у нас так вот ну это и я тебе Субтитры сделал DimaTorzok Да, идет офигенно. 60 кадров, никаких провисаний, как на Kirin 980 и на Dragon 720. Все отлично идет. И артефактов нету, игра просто летает. Субтитры сделал DimaTorzok А, понял. Короче, зеленая линия, вот эта вот полоска у нас кончается. И у нас у того, в кого мы превратились, начинает кончаться жизни. То есть это как энергия. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас это воронье замочим. И, по-моему, следующая локация будет там большая такая арена с кучей монстров. Еще фиг попадешь, блин. Только с прыжка попадать. Все, замочили тут всех. Побежали дальше. И посмотрим, как у нас тут будет. Вот здесь, видите, сколько врагов много? Вот здесь конкретно проседало у меня на прошлых смартфонах. А здесь пофигу. 60 FPS. Full Speed. Давайте попробуем сохранить игру И запустить ее в 3Х Вывезет нет в 3Х. Интересно. Так, в 3Х Если в 3Х потянет, то это вообще ништяк. Процессор реально может Так, загружаемся и побежали. Тоже 60 FPS. Спокойно. Не напрягаясь. Kirin 980. Тут бы уже FPS 20 показывал. А 720 Там вообще бы тоже Slow Mob было. Сейчас нас убьют. Наверное, убьют. 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 ладно давайте напоследок и 4x попробуем и 5x включаем 4x и в 4x тоже получаем 60 fps вообще не напрягаясь офигенно вот это мощь вот это реально мощный процессор пофигу ему 1 2 x 3 x вот просадка была до 48 49 фигня по сути она была лишь на долю секунду ну вот 4750 да все таки пошло короче в 3x впит можно в 3x спокойно играть и в 4 можно их сыграть я пока не вижу каких-то критических таких просадок чтобы прямо вообще не играбельно было все шустренько бегаем давайте включим 5x 5x и потом 7x включим но на 7x бывает часто показывает лоу вирам то есть не хватает видеопамяти и у нас черные экраны и чисто звуки такое было у нас в игры в игре в самурайская как она вариус оффорочи подобие что-то синглоку басарова там такая фигня была да друзья кирин 980 за 2x тянул хуже чем 865 в 5x там было слоумо здесь там приходилось сиз на 2 на сис 3 ставит и уже картинки плавно не было здесь 5x игра идет плавнее чем на прошлогоднем флагманском процессоре от холлой все отлично snapdragon как всегда удивляет давайте запустим напоследок 7x и закончим данный тест так что я случайно запустил игру на было поставить 7x ну я ж два раза нажал ну чё ты делаешь два раза на иконку нажимаешь должна быть вылезти настройка вот и запускаем 7x так что друзья кто хочет играть без тормозов на данном эмуляторе берите минимум snapdragon 855 а лучше 865 или скоро будут представлены 875 там будет еще все лучше там будет новое ядро cortex x1 это еще больше транзисторов больше производительности чем у cortex a77 и a78 так вот игра в 7x и она идет нормально идет е-мое также у меня эта игра наверно шла в 1x на кирине 980 или на 720 снайпе просто не чувствует телефон вообще напряги да есть просадки но играбельно играбельно фпс 4560 так что вот всем спасибо за внимание всем пока друзья процессор мощь